Так, еще раз всем привет. Большое спасибо, что вы все пришли. Вас очень много, это безумно приятно. Собственно, нас уже озвучили, но на всякий случай. Иван, Сергей, мы будем представлять бар деликатесом в Москве. Тема сегодняшней лекции — это ферментация, достаточно актуальная сейчас тема. Она будет достаточно сложная, но мы постарались максимально сделать ее... Понятный, да, и доступный. И чтобы немножко так сильно вас не грузить всякими формулами и прочим, мы сделали достаточно шутливую презентацию. Надеюсь, что вам понравится. Собственно, официальное название — It's a Life. Но есть второе название — With the Beach. Это такая поговорка в узких кругах, в принципе, которая говорит о том, что это все живые организмы, которые требуют, как домашний питомец, время, энергию. То есть за ними нужно постоянно следить. Поэтому мы, чтобы соблюсти цензуру, убрали, конечно, одну букву, и из-за этой аббревиатуры мы сделали вот такую вот расшифровку. То есть наша лекция будет поделена по блокам. Бактерия. Сначала мы рассказываем, о каком бактерии будет идти речь. Потом следующий блок — это время. Сколько для этого нужно времени. Что с этим делать, как это все получается. Третий — это контроль. То есть как правильно следить и ухаживать, какие есть там нюансы и моменты. И happy — это конечный результат, то, что вы можете интегрировать в своих заведениях. На примере наших напитков, которые мы сейчас делаем. Собственно, у нас будет шесть блоков. Общее брожение. Потом мы расскажем вам про уксус, квашение, комбуча. Будет луми. И закончим все это дело тибетским молочным грибом. Собственно, начнем мы с брожения. Вот, Сергей. Так, ну, собственно, брожение, я думаю, что все, так как завязаны в алкогольной индустрии, все примерно понимают, что такое брожение. Брожение само по себе у этого есть определение. Извините, я буду подглядывать немножко в телефон, потому что буквально только что с самолета. В общем, есть несколько определений того, что такое брожение. Брожение и ферментация на самом деле — это несколько такие разные вещи. Ферментация само по себе — это такой процесс, который происходит вообще всегда и повсюду. Ферментация вокруг вас и внутри вас. Например, когда вы занимаетесь в зале, и у вас выделяется молочная кислота в мышцах, и потом она, собственно, под воздействием определенных микроорганизмов расщепляется, это тоже ферментация. Небольшое определение ферментации — это процесс биохимического разложения органических соединений при участии энзимов или ферментов. Вот, собственно, такое очень-очень общее определение того, что это такое. И у этого есть как бы частный случай брожения. Это, собственно, разложение каких-либо химических элементов под воздействием конкретно дрожжей. Об этом мы, собственно, будем говорить дальше. Брожение бывает нескольких видов. Вот, собственно, это не все, их на самом деле гораздо-гораздо больше. Ну, собственно, спиртовое брожение, я думаю, здесь все понятно. Сахара либо крахмалы, какие-то простые вещества под воздействием ферментов, то есть дрожжей превращаются в этанол. Все, в принципе, понятно здесь. Уксусно-кислое брожение — это, скажем так, продолжение этого процесса. Это то, что происходит, например, с вином в бочке при получении бальзамического уксуса, например, в Мадене. Это когда этанол под воздействием уже уксусно-кислых бактерий превращается в уксус. Ну, в принципе, все понятно. Молочно-кислое брожение — это, скажем так, другая часть. То есть это когда молочные сахара, такие как лактоза, например, они под воздействием все тех же бактерий, ну, то есть, скажем так, других бактерий, превращаются в молочную кислоту. Маслено-кислое брожение — это то, что происходит в консервных банках, например, под воздействием каких-то микроорганизмов, которые, к сожалению, попали внутрь, и вот когда они портятся, вот это как раз маслено-кислое брожение. Этим методом получают некоторое количество газов на больших таких производствах. Ну, собственно, с видами брожения все понятно. Класс. Погнали дальше. Спонтанное брожение. Ну и, собственно, как такой небольшой частный вид брожения спиртового, есть спонтанное брожение — это когда вы не добавляете дрожжи, когда вы используете то, что уже есть в самом продукте, есть на самом продукте и есть, собственно, вокруг вас, потому что бактерии и дрожжи, они в любом случае всегда и везде находятся. И спонтанное брожение — это, например, я думаю, что все вы знаете про бельгийские ламбики, это пиво спонтанного брожения, когда ставится просто пчан, и с ним, собственно, ничего не делают, туда дрожжи попадают сами, и сахара ими преобразовываются уже в спирт. В данном случае что делаем мы? Здесь представлены, собственно, два вида тех ингредиентов, которые мы используем в баре, которые мы делаем. Это типачи, это такой мексиканский, ну, скажем так, квас или пиво из ананаса, которое, в принципе, как и любые другие ингредиенты, они могут быть… Ну, вы можете добавлять туда абсолютно все, что угодно, супер все опционально. И содовая из еловых побегов, про которые, я думаю, Иван нам расскажет сейчас. Да, собственно, вот слева мы использовали яблочную закваску для ферментации, вот, а справа, соответственно, это были бактерии, которые находились именно непосредственно на кожуре этого продукта, соответственно, на ананесе. Вот, в принципе, с вашей стороны и с нашей главное дать просто правильные условия для развития, если мы говорим про спонтанное брожение, то есть дать правильную температуру и дать, как бы, питательный элемент. Ну, в принципе, это сахар, это может быть мед. Ну, и, соответственно, исключить все негативные моменты. То есть вся посуда должна быть стерилизованная. Перчатки на руках обязательно, да. Ваши микробы уже никому не нужны. Это другая история. Да. Вот. И, собственно, часть хэппи. Вот коктейль, который я делал для Monkey 47. Это, соответственно, джинн Monkey 47, наш лаймовый кордиал и как раз содовая из еловых побегов. Идея была в том, что Monkey 47 делается в Шварцвальде. Ну, или Черный лес его называют. Черный лес, потому что там очень много елей, и солнце очень, ну, практически не проходит. Вот. И я просто хотел отобразить, так скажем, то место, где появился этот замечательный продукт. Вот. И мы сделали содовую из еловых побегов. Вот. И пастила из слива и бекона. Вот. В форме свинки. Потому что деликатес у нас есть такой внегласный логотип. Это свинка. Символ. Да, символ. Потому что есть одноименный фильм деликатесом. Вот. Ну и, соответственно, Германия, это, в принципе, ну, как бы они достаточно много употребляют свиньи, но это, в принципе, один из краеугольных их компонентов. Плюс этот регион славится вот своими черными кабанами, из которых они делают разнообразные продукты. Так. Теперь мы поговорим об уксусе. Так. Чуть подробнее. Ну, такое, опять же, начнем мы с того, что так делать не надо. Начнем мы с этого. Да, так делать не надо. Все помнят, ну, такая вот старая школьная веселая история, когда ты соду заливаешь уксусом, все это пенится. Вот, собственно, наглядный пример. Да, ну, вот. Собственно, главным компонентом пищевого уксуса является уксусная кислота. Уксус вообще, в принципе, ну, принятый делить на два вида, скажем так. Это полученный путем химическим, скажем так, ну, то есть, как бы это назвать, коммерческим. И уксус, полученный путем биохимическим. То есть это то, что вот бродит как раз абсолютно-абсолютно натуральным уксусно-кислым брожением. Вот то, что я говорил про Модену. Собственно, ну, я, в общем-то, уже рассказал. Этанол. Вы берете какое-либо вещество, где уже есть спирт, есть сахар. Это может быть вино, сидр, меды разнообразные. Это может быть вообще все, что угодно. Пиво, опять же. И на следующем слайде у нас очень наглядно показана уксусная мать, которая, собственно, занимается тем, что она превращает вот эти вот… при взаимодействии и сахаров, и спирта превращает эту жидкость, собственно, в уксус. Выглядит она не очень, но она делает абсолютно невероятные штуки. Так, ну, наверное, с уксусом все. Так, квашение. Собственно, квашение — это один из способов консервирования с помощью молочнокислового брожения, в результате которого образуется молочная кислота, которая влияет на продукт как консервант. Собственно, квашение — это один из самых древних способов заготовок, заготовок, овощей, фруктов, чего угодно, как бы, по сезону. Механизм состоит в том, что при молочнокислом брожении углеводы превращаются в молочную кислоту, за счет чего останавливаются в конечном итоге все биологические и биохимические процессы, и это позволяет вашему продукту сохранить очень долгий срок жизни. И, соответственно, квашение дает специфический вкус, запах продукта. Квасить есть два пути — в рассоле и в собственном соку. Квашение в рассоле — вы можете взять продукт либо целиком, либо такими достаточно крупными кусками сделать раствор из соли. То есть это вода, соль. Примерно это 5-10% соли от общего объема воды. Если говорить о квашении в собственном соку, то, соответственно, просто мелко шинкуете продукт, выделяется сок, и вы просто добавляете туда соль. Это 1,5-5%. Ну, как бы в среднем. То есть, в принципе, достаточно вариативная история. Зависит от того, что в конечном итоге вы хотите получить. Но на самом деле соль — это необязательная вещь в квашении, но на самом деле очень важная. Во-первых, соль в любом случае балансирует, и она помогает остановить развитие патогена микрофлоры. То есть как бы негативно, чтобы у вас ничего не испортилось. Если говорить о солях, в принципе, я их категория немного больше, но я сделал две общие. Это есть природные минеральные соли, как розовая гималайская соль или серая морская влажная соль, такая похожая чуть на глину. Она очень богата минералами. И есть такие, так скажем, коммерческие соли. Это там кошерная, юдированная соль, поваренная и прочее. К сожалению, я не рекомендую использовать их в квашении, потому что при больших объемах, при производстве они используют некоторые химические элементы, очень высокий температурный режим, который убивает практически все минералы, которые были изначально в соли. Так что лучше всего розовая гималайская соль, на мой взгляд. Лучше брать небольшими фракциями, чтобы ее было легче растворить. Особенно если говорить о квашении именно в собственном соку, то если вы возьмете огромный кусок соли, то, в принципе, на самом деле она практически не сработает. Поэтому лучше всего такую достаточно мелкую. Теперь еще пару моментов по поводу времени. Квашение может занимать от нескольких дней до месяцев, даже лет. Это зависит от количества соли, от исходного продукта, от результата, который вы хотите получить. Но в среднем это 3-7 дней занимает квашение. После того, как вы, конечно, сделаете, например, свою первую закваску, вы увидите, что у вас на поверхности рассола начинают образовываться такие белые сгустки. Это как раз и есть та самая молочная кислота. Когда вы будете отфильтровывать вашу заготовку, на фильтрующей поверхности останется как раз эта молочная кислота, которую вы можете взять и использовать как некий саурмеш. Она, в принципе, в несколько раз просто ускорит процесс. То есть главное сделать первую ступень, и потом, на самом деле, будет уже проще. И по поводу контроля. Очень важно. Это температура. Это должна быть комнатная, так скажем. Это 14-23-24 градуса. Вот она наиболее благоприятная для квашения. Если температура ниже 14 градусов, то процесс квашения увеличивается. Если температура ниже нуля, процесс полностью останавливается. Ничего не будет происходить. Если температура выше 24 градусов, то, к сожалению, будет возникать патогеномиклофрол, который в итоге убьет то, что вы делаете. Конечно же, все должно быть пастеризовано. Это можно кипятком, можно использовать как бы специальные добавки, которые все это дело пастеризуют. Опять же, это перчатки. Всегда. И очень важный момент при выборе посуды. Я рекомендую вам использовать либо стекло, либо специальные пищевые пластиковые емкости. В принципе, можно использовать металл, но он должен, например, быть эмалированный, без сколов, без трещин. Ни в коем случае нельзя брать алюминий, медь, потому что, к сожалению, это ведет к окислению металла, и, соответственно, вы испортите абсолютно все. И цвет, и вкус, и запах. Достаточно важно. И обязательно при квашении вам нужно использовать гнет. То есть, вот как бы на примере нашего замечательного винтажного утюга, который я позаимствовала добрых ребят с кухни. Главное, чтобы ваш продукт был под рассолом, чтобы не было никакой порчи. Соответственно, можете использовать, не знаю, утюг, камень, бутылку с водой, какой-то тяжелый предмет. Но, опять же, требования к предмету, который будет выступать в качестве гнета, точно такие же, как и к самой емкости. То есть, как бы никакого алюминия и прочего. И, собственно, хэппи. Вот пример. Это наша квашеная палома. Здесь текила. Сок квашеных грейпфрутов вместе с рассолом. Свежий лайм. Чуть тоненько. И мы используем гранатовый сироп. Ну, во-первых, это, в принципе, грейпфрут и гранат. Они очень хорошо с друг другом сочетаются. И, помимо всего, самое главное, это, конечно, цвет. Потому что все привыкли, что как бы грейпфрут, он красный или розоватый. На самом деле сок свежевыжатый грейпфрут, он достаточно прозрачный. Сок квашеных грейпфрутов, он имеет такой желтоватый оттенок. Вот, чтобы у людей не было никакого такого диссонанса, то вот мы выбрали гранатовый сироп. Вот, получается очень классная история, очень вкусная. Тут, в принципе, за счет самих квашеных грейпфрутов не нужно использовать никакую соль, потому что уже в исходном ингредиенте все это есть. Мы специально ставим время на все вопросы. Извините, что просто не забивайте мысль. Мы обязательно все вам ответим, или вы можете потом всегда нам написать. Мы с удовольствием все расскажем. Так, и камбуча. Слово Сергею снова. Ну, камбуча – это такая тема, которая всех волнует вообще на данный момент. Все начали выращивать снова грибки, которые стояли какое-то время назад у наших бабушек дома. Называли это чайный гриб, чайный квас. Вот эта вот вся история. На самом деле, известен он уже достаточно давно. Распространился он из Тибета. И был очень-очень давно, в общем, был известен там. Но только в 1918 году о нем написали первую научную работу. И написал ее Миколог, фамилия Линдао, думая, что это, собственно, гриб. На самом деле, это не совсем так. Есть такое понятие – медуза-мицет. Вот, собственно, уксусная мать – это тоже медуза-мицет. Или зооглия. Это, по сути, симбиоз дрожжей, которые вместе сосуществуют и живут на целлюлозной такой вот пленке. Собственно, вот это вот и есть. Вот та самая целлюлозная пленка. О, класс. Супер стиль. Технологию. И которую они же сами вырабатывают из сахара, из крахмалов, из того, что уже содержится в жидкости. Здесь, опять же, мне очень нравится одно определение, ферментации, что ферментация – это процесс получения какой-либо культуральной жидкости. Культуральная жидкость – это жидкость, в которой содержатся какие-либо культуры, которые, собственно, эту жидкость и меняют. Меняют ее вкус, меняют ее свойства. Собственно, в чем здесь та самая бактерия? Здесь очень много, очень-очень разных дрожжей. И фишка в том, что здесь проходят одновременно, ну, не прям одновременно, так скажем, друг за другом, происходят практически все виды брожения. Здесь проходят и спиртовое брожение, и молочно-кислое, и уксусное, и, собственно, яблочно-кислое. Когда присутствует яблочная кислота, это все зависит от того продукта, который вы используете, то есть той жидкости. Классически так сложилось, что для получения камбучи используют чай, либо черный, либо зеленый, крепкой заварки, слабой заварки. Я находил очень-очень разные рецепты от разных людей, из разных источников. У всех там была своя какая-то, свой рецепт. Точно так же, как там в каждом баре по-своему готовят свои какие-то ингредиенты. Привет, Вань. Но интересный момент здесь в том… Спасибо, Вань, ты немножко разбавил нашу скучную заумь. Интересный момент здесь в том, что чай, по всей видимости, использовали, потому что танины, которые содержатся в чае, они помогают грибу развиваться и получать какие-то абсолютно новые свои формы. Например, после выращивания на двух видах чая, собственно, гриба, который еще называется скуби, возможно, вы это слышали, мы его пересадили в колдбрю. Колдбрю – кофе холодной заварки, когда ты просто завариваешь кофе при низких температурах, без давления, без ничего. И он очень-очень тяжело приживался. Мы кормили его, холили, лелеяли, дали ему потрясающее имя Тимур. Потому что мы его очень-очень долго выращивали и в конце концов мы смогли вырастить стабильного такого вот пацана здорового очень серьезного в банке, в обычной трехлитровой. Потому что понятно, что кофе – это агрессивная среда. там очень много различных масел, эфиров, очень-очень много всего. И это всегда очень плохо влияет на живые организмы. В данном случае нам удалось вырастить именно такого вот крепкого парня, который смог с этим справиться и в конце концов давать какой-то интересный результат. И потом, когда мы его из этой трехлитровой банки аккуратненько пересадили в более большую емкость, за три дня он такой вот с такого малыша такой сразу, бах, и вот таким стал. И мы поняли, что вот он уже, скажем так, в школу пошел. Вот. Собственно, что про камбучу еще сказать? Я думаю, что в принципе все понятно. Как мы используем камбучу? То есть, как я уже сказал, что камбучу очень многие используют всегда чай и потом уже добавляют какие-либо вкусовые добавки и ставят ее на вторичное брожение, потому что в той культуральной жидкости, которую вы снимаете, в любом случае всегда содержатся дрожжи. И если к этим дрожжам добавить еще какой-то вкус и добавить еще немного сахара, закрыть это и убрать в холодильник, то, собственно, будет происходить вторичное брожение, будет происходить натуральная карбонизация и вот эти вот вкусы будут объединяться. Но если использовать не чай, а использовать какие-то другие ингредиенты, результат будет абсолютно другой. И в данном случае по аналогии, я когда прочитал про танины из чая, которые помогают грибу развиваться и делать какие-то новые интересные вкусы, я сразу, естественно, подумал про вино и мы поставили камбучу на вине. То есть без чая, без ничего, мы просто подсадили нашего крепкого пацана в разбавленное вино с небольшим количеством сахара. Очень-очень интересная штуковина получилась. И, собственно, как мы решили это использовать, мы сделали такой вот микс вермутов, добавили туда камбучи, потому что камбуча, как всем понятно, накапливает уксус очень-очень сильно, потому что это, по сути, конечный продукт в процессе брожения. Смешали с миксом вермутов, добавили немного хереса и тоника. То есть это такая классическая абсолютно барселонская история, когда вы пьете там херес, либо вермут просто с тоником. Мы здесь смешали все это, добавили немного камбучи для баланса, для какого-то нового интересного вкуса. Получилась очень-очень классная штуковина. Камбучи всегда как такая кислая часть всегда будет играть. И главное, на самом деле, потом пастеризовать, чтобы потом остановить все-таки процессы. Есть небольшой миф насчет камбучи, что она лечит все болезни. В 1935 году считалось, что это идеальный ингредиент, идеальное питье для того, чтобы чистить свой организм вообще от всего. То есть если тебе плохо, ты пьешь камбучу, и с тобой все становится хорошо. Почему это случилось? Потому что в процессе брожения камбучи на одном из этапов выделяется так называемая глюконовая кислота. Глюконовая кислота – это то, что содержится в нашей с вами печени и, собственно, чистит наш организм. То, что помогает организму фильтровать все ненужные нам компоненты. А потом решили, что глюконовой кислоты там не так много для того, чтобы она была панацеей от всего, и обнаружили там другую кислоту, ушиновую, к которой тоже приписывали абсолютно какие-то невероятные, чудодейственные свойства. И слава богу, что это произошло достаточно поздно, там уже чуть ли не в 90-х. Все наконец-то поняли, что основной компонент камбучи это все-таки уксусная кислота, как то, что накапливается больше всего и в конце концов останавливает и собственный процесс брожения. То есть он начинает медленно убивать сам себя, как и бактерии при спортовом брожении. И вот этот миф о чудодейственных свойствах камбучи немножко изменился. То есть начали говорить о том, что камбуча просто совершает антибактериальные действия в организме. Но в этом, по сути, нет никаких полезных свойств. То есть это как неплохо и нехорошо. Это просто такой стерилизатор, как собственно уксус. Я думаю, что все мы знаем, что уксусом можно очень прекрасно все протирать и стерилизовать. Поэтому до этого момента, до накопления большого количества уксусной кислоты доводить 100% не стоит. И это всегда лучше постерилизовать и добавлять потом еще какое-то количество другого продукта, для того, чтобы происходило уже вторичное брожение и получать какой-то более-менее стабильный вкус. И это еще один такой момент достаточно важный о том, что стабильный вкус с камбучей получить практически нереально, если ты не используешь такое серьезное коммерческое оборудование. То есть это всегда будут немножко разные вещи. И в принципе со всеми продуктами брожения и ферментации будет именно так. То есть они будут немного, но всегда отличаться, потому что этот процесс практически неконтролируемый. То есть можно контролировать только какие-то очень общие моменты, чтобы там не накапливалось никаких вредных веществ, чтобы потом просто-напросто не отравиться. Ну и собственно, чтобы это можно было вообще в принципе употреблять. Такие дела. Так, луми. Его еще называют ошибочно черным лимоном, вяленым лаймом, амани. В общем это все одно. Но это очень такая популярная специя, пряность в странах Ближнего Востока, в Персидском заливе. По сути это лайм, который предварительно просолили и потом оставили вялиться под солнцем. Собственно, вялене происходит только за счет прямых солнечных лучей, которые ферментируют продукт. Происходят некоторые химические процессы. Например, жиры занимают все пространство, а углеводы и белки образуют новые комплексы, за счет чего меняется вкус и происходит именно сама ферментация. Если говорить просто о обычной сушке, в принципе можно лайм тоже высушить в печке или прыгнуть на томате, это на самом деле будет просто обычная сушка, это просто дегидрирование. То есть вы просто убираете воду, как бы само продукт. Но, к сожалению, никаких процессов без участия солнца произойти не может. Заготовка на самом деле достаточно простая, несложная. Нужно, опять же, взять воду, соль, бланшировать лаймы полторы-две минуты. Обязательно кинуть потом их в кулер со льдом минут на 5-10. Хорошо их притереть и оставить под солнцем на 5-7 дней. Но есть минус, что, конечно, погода не всегда позволяет это сделать. Поэтому я бы вам очень рекомендовал это делать летом. Делать сразу большую партию и будет счастье. Но если нужно срочно в порядке, то это духовка 100 градусов 45 часов. Примерно в среднем у вас получится луми. Но, к сожалению, это будет немножко не то. Но это тоже вкусно, безусловно. Но лучше, конечно, делать все летом. Единственный момент, как это все надо контролировать. Во-первых, лаймы просто надо будет каждый день немножко поворачивать потихонечку, чтобы она со всех сторон сферментировалась. И главный, наверное, враг — это насекомые, птицы и прочая всякая живность, которая может посягать на ваши замечательные лаймы. И на самом деле все. То есть они каши не просят, лежат в шкафу просто в сухом месте. Это единственное, что им нужно. То есть никакого температурного режима, ничего. Один раз делали, все, на весь год у вас есть заготовка. Вот примером будет коктейль Lime Up, такой сейчас хедлайнер в нашем баре. Это джун, огуречный биттер, немножечко бранко-менты, травяной итальянский ликер с явной ноткой мяты. И 3D Lime Cordial, который состоит из осветленного сока лайма, лаймового шраба на нашем лаймовом уксусе. Лаймовый уксус на самом деле просто мы брали рисовый уксус и выжимки лаймов. То есть это обычное настаивание. То есть мы его не делали. И Lumi сироп, он делается достаточно просто. Вы берете simple, сахарный сироп, полтора к одному, один к одному, два к одному, кто как любит. Просто вы перетираете, провариваете, он у вас остывает под крышкой, все, процеживаете и вуаля. Очень популярная специя в кухне. Очень хорошо сочетается с рисом, с мясом, с морепродуктами, достаточно с многими вещами. Еще, в принципе, вы можете его просто натирать сверху для аромата. Он землистый, я бы назвал его землистым. У него есть такой вкус. Наши фовар очень любят такое определение вкусов. Часто на своих мастер-классах его произносят, все немножко его пугаются. Вкус немного затхлый. Ну, затхлый, да, лежалый, конечно, это в любом случае вкус как бы лайма, у него есть кислинка, но я это называю какими-то такими, не знаю, землистыми. При всем при этом он сохраняет всю свою кислотность. Все минералы, абсолютно все, все полезные вещества там остаются. Вот что, к сожалению, при сушке, наоборот, не получается, потому что там температура гораздо выше. 100 градусов это не плюс, там 25, например. Ну, в этом суть соли. То есть, по сути, это как бы изначальная консервация. А потом, как мясо выдерживает, примерно та же история. То есть ты сначала засаливаешь поверхность для того, чтобы тлетворные бактерии не влияли потом на сам продукт. И он уже ферментирует сам себя. То есть то, что в нем уже содержится. Собственно, сам процесс веоления, он заканчивает солик тогда, когда все клетки абсолютно теряют влагу, и там нет никакой среды для дальнейшего развития. И вот, то есть абсолютно все процессы останавливаются, и это помогает, там, вот эти луми, он может лежать у вас просто бесконечно долго. Ничего с ним уже не произойдет. Так, и вот такие малыши. Так вот они выглядят. Тибетский молочный гриб. Тибетский молочный гриб, опять же, не совсем верно называется только тибетским, потому что он появился примерно в одно время. Ну, скажем так, упоминание о нем, остатки его находили примерно в одно время и на Кавказе, поэтому его, в принципе, абсолютно спокойно можно называть еще и кавказским молочным грибом или кефирным грибом. Гриб мира, в общем. Да, да, да. Ну, в общем, это вот такие вот гранулы. Это, по сути, тоже зооглея. Это такие вот небольшие сферы в процессе жизнедеятельности своей. Они имеют свойство увеличиваться, уменьшаться. Они такие вот небольшие, немного желтовато-молочного цвета. И вот эти ребятки, они заточены чисто под молочные сахара. Есть там три основных вида дрожжей, которые в нем живут и которые, скажем так, миру известны, потому что, как вы, я думаю, знаете, дрожжей в мире существует такое невероятное количество, что большая часть из них еще неизвестна вообще в принципе. То есть их там открывают постоянно, каждый день. Собственно, чем занимается этот малыш? Он расщепляет молочные сахара и начинается абсолютно то же самое молочно-кислое брожение, как и, например, при том же квашении, но уже из молочных сахаров. После этого, опять же, происходит то же самое брожение уксусно-кислое. И поэтому в том кефире, который у нас получается в итоге, есть такой небольшой и спиртовой, скажем так, вкус, запах, аромат. Естественно, молочно-кислый тот, который нам известен из йогурта, сметаны и прочих кисломолочных продуктов. То есть, по сути, этот мальчик ферментирует вот это вот… Вы можете, опять же, использовать там какие-то разные вещи. То есть можно довести там простой йогурт до какого-то абсолютно невероятного состояния, очень интересной текстуры и кислотности. Он просто отделяет, собственно, сыворотку от молочного белка. И вот этот вот кефир, он имеет абсолютно какой-то невероятный вкус. Мы, кстати, сможем вам дать его попробовать завтра. Ну вот, хорошо. А об этом мы потом вам расскажем. Так, ну, собственно, я думаю, что насчет этого мальчика мы не будем там сильно заостряться, потому что это, в принципе, понятно. Ну, все пили кефир. Просто с этим парнем его можно доводить до каких-то абсолютно невероятных текстурных моментов. Если там смешивать несколько каких-то разных его состояний, скажем так, то еще и вкусовых. То есть можно оставлять там какой-то очень сливочный, использовать там очень кислотный и их там как-то миксовать для того, чтобы получать очень интересную и текстуру, и вкус. Как мы это делаем? Как мы это используем в баре? В баре мы делаем, собственно, вот так это выглядит. Вот это уже моя рука. Ну, собственно, вот так делается кефир. Вы берете эти гранулы. На самом деле там его количество, количество самого кефирного гриба не играет роли практически никакой. Это влияет только на скорость. То есть у меня вот конкретно вот здесь было 2 литра молока и около 2-3 граммов, собственно, кефирного гриба. И вот до такого состояния он у меня дошел за 3 дня. И опять же здесь вопрос условий. То есть что это за молоко, где оно стоит, то есть что это должно быть темное место и должно быть достаточно теплое место для того, чтобы увеличить скорость. Но если это будет очень теплое место, то, по сути, вы получите не совсем кефир, получите даже скорее больше творога, потому что начнет сыворотка очень сильно, очень быстро отделяться от молочного белка. Что мы делаем? Мы делаем потрясающий коктейль кислый русский. Ну, всем понятно, на что это аллюзия. Это водка, собственно, все та же кофейная комбуча. Это такая вот, скажем так, квинтэссенция большей части того, что мы, ну, не больше, половины тех вещей, которые мы ферментируем в баре. Мы используем кофейную комбучу и наш домашний кефир. В чем суть? Ну, все знают вкус белого русского. Вот здесь остается все то же самое. Здесь остается его сливочность, его молочность, его сладость. Но сюда добавляется очень-очень интересная дрожжевая кислинка, которая, собственно, балансирует сладость. Получается очень-очень странная и интересная штуковина. Ну, то есть здесь, в принципе, я тоже думаю, что все довольно понятно и очевидно. Расскажи, как его уходят? А, собственно, как с ним работать? Он такой довольно капризный пацан. Он не любит перепадов температуры. То есть он, в принципе, достаточно хорошо хранится в холодильнике, но, опять же, там не ниже 5, по-моему, градусов, потому что после этого он начинает, ну, скажем так, терять свои свойства. Он начинает менять цвет, и вот если вы когда-нибудь будете пользоваться этой штукой, если кефирный гриб начал менять свой цвет, это вот верный признак того, что он уже стремится к тому, чтобы покинуть этот прекрасный мир. То есть это должна быть постоянная, во-первых, температура, он не любит перепады температуры. То есть, например, если залить его горячим молоком внезапно, то кефирный гриб этого очень-очень не взлюбит вас за это. Его обязательно всегда нужно промывать после каждой сессии ферментации. То есть вы сцеживаете кефир, просто через сито процеживаете эти гранулы, промываете их под водой для того, чтобы он был чистый, для того, чтобы на нем не оставалось каких-то избыточных дрожжей. Промываете просто водой и, например, заливаете молоком, убираете в холодильник, и так его можно хранить, в принципе, достаточно долго. Но в какой-то момент в любом случае питательных веществ в той среде, куда вы его поместили, хватать ему перестанет, и он начнет умирать. Поэтому все это желательно, естественно, постоянно менять. Ну и по поводу емкости лучше, конечно, использовать всегда стекло. Если там вам нужно что-то перемешать, используйте обязательно именно деревянные ложки, не металл ни в коем случае. То, что сказал Ваня до этого, что какой-то открытый контакт с металлом или с обычными пластиками, это делать, естественно, не стоит, потому что это достаточно активные вещества. И они очень яро принимают все, что вы к ним подсадите. Поэтому это в любом случае всегда должно быть стекло, стерильное, либо эмалированная посуда, деревянные ложки, ничего такого агрессивного, скажем так. Вот, а так можно экспериментировать. Не знаю, можете взять кокосовое молоко и сделать себе кокосовый кефир. В общем, все ограничивается только вашей фантазией. Главное, чтобы это были молочные сахара, понятное дело. То есть, если вы, например, вот этого мальчика подсадите в ананасовый сок, то вы, по сути, получите уксус, потому что дрожжей, которые живут внутри этого кефирного гриба, достаточно для того, чтобы запустить самое-самое простое спиртовое впоследствии уксусное брожение. Такие дела. Собственно, к большому нашему сожалению, мы не смогли по ряду разных причин предоставить сегодня вам пробники, чтобы это было все более наглядно и понятно по поводу вкуса. Там были вопросы. Но их достаточно трудно описывать, потому что это надо пробовать. То есть, как бы вкус квашения брожения, он, не знаю, как его характеризовать. Ну, это такая, я думаю, что все понимают специфические вещи. Все были квас, и он тоже всегда абсолютно разный, и поэтому все всегда зависит от того, как ты это делаешь. И наглядно это нужно только пробовать, естественно, для того, чтобы себе это представить. Ну, по крайней мере, то, как мы это делаем. Вот, именно поэтому завтра в 9 часов вечера в замечательном баре «Паровоз» у нас будет гостевая смена. Там будет 5 напитков, во всех будут представлены 5 разных видов ферментации. Вот, так что будем рады всех видеть. Надеюсь, до скорых встреч. Большое спасибо, что вы пришли. Но это еще не все. Очень приятно, вот, так что занимайтесь, развивайтесь. Это очень интересно. Главное — думать над тем, что вы делаете. И вот теперь мы специально оставили время для того, чтобы вы задали какие-то свои вопросы по поводу того, что вас интересует. Если что, пишите, звоните, вообще не стесняйтесь. Абсолютно все. Мы постараемся дать ответ. Все? Матросов? Нет вопросов? Ну, тогда ладно. Спасибо вам.